Глава Следственного комитета пошутил о включении его в санкционные списки Евросоюза. Бастрыкин, вот что за юг, записали в восьмой раз в невыездные. Ну сколько можно терпеть? Хорошо, что продолжается сотрудничество с Интерполом, поддерживаются контакты с коллегами из других стран, но обидно немного за державу. За какую державу-то ему обидно? Этого Бастрыкина. Представляете, какие уроды, уничтожают Россию, ищут они там за какую-то державу, обижаются, наверное, за Китай. Сенатор Цеков предложил отказаться от Нобелевской премии мира. Вы знаете, я не слышал, чтобы сенатору Цекову кто-то Нобелевскую премию мира дал, чтобы он мог от нее отказываться. Премия мира давно вызывает большие вопросы, поскольку это премия не за успехи в области достижения мира, а за пристрастное субъективное отношение к конкретным политикам. «Эй, чё? Цеков не хочет ее получать? Не получай Цеков Нобелевскую премию мира. Эх, и смешные, а! Вот какой-то Цеков, которого я впервые вообще слышал. Не, ну, кстати, проскальзывал еще несколько раз эта фамилия, да, и Совет Федерации какая-то чушь, да, и там, он не хочет Нобелевскую премию мира получать. Молодец! Вслед за пропагандой, за запрещением пропаганды гомосексуализма, депутаты от «Единой России» обратили внимание на другие сексуальные практики, обсуждается партийный проект «Крепкая семья». «Предложили запретить пропаганду бисексуальности и полиамории». Ну, полиамория, если кто не знает, чётко, амор, любовь, поле много, много любви, да. «How lot of love», помните, у Лат Зеппера, да, много-много любви. Да, вот, что я могу сказать. Ну, у одного мужчины много женщин, это плохо, они считают. Ну, пусть так, тогда вопрос, а Путин-то как они поддерживают? Со всеми его кривоногими, Кабаевыми, его жёнами, его бледьми и так далее. Это как? А их единоросские бабы, да, у которых тоже куча мужиков, и все эти скандалы постоянно выносятся на полосы каких-то там газет, интернет-изданий и прочее. Ну, пусть выгоняют тогда они, как раньше в партии, помните, принимали аморально, себя повёл, раз выгнали, ну, значит, надо выгнать там всех этих, их и Путина, в том числе, отовсюду надо выгнать, если они бороться за нравственность решили. За нравственность? За мораль борются людоеды, которые попали в западню. Помните, мы вчера с вами говорили. Вот это совершенно точно. В Госдуме предложили запретить пропаганду смены пола. Удивительно, я чуть ни разу, всю жизнь живу, ещё ни разу не слышал пропаганды смены пола. Ко мне никто не обращался с предложением поменять пол, да. Я бы ещё удивился даже, если вдруг обратились, может так, ради шутки приколоться, да. То есть, им уже нечего выдумывать для ваты, да, чтобы вот там, как будто есть какая-то пропаганда смены пола. Есть она? Кто-нибудь слышал, видели? Вы хоть раз вот напишите, кто-нибудь из вас встречался с пропагандой смены пола? Безумцы. В Госдуме предложили ввести новую льготу для российских пенсионеров. Ну, наверное, почётные грамоты выдавать, это будет новая льгота. Значит, в настоящее время некоторые категории граждан уже имеют право на льготные билеты, однако пенсионеры к ним пока не относятся. То есть, это реализовывать льготные билеты, не бесплатные, а льготные, да. Это очень хорошая мысль. То есть, это способ заработать ещё больше денег. Видите, они ничего бесплатно не хотят давать. Никаких льгот. Волоков смотрит, Вячеслав, ваше мнение по пенсионной реформе. Это одно из самых дерзких преступлений Путина. Одно из самых дерзких. Это плевок в лицо народу России. То есть, Путин сидел, копил слюни, копил, копил там долгое время. Как харкнёт, как тот верблюд. Пенсионная реформа – это одно из самых дерзких преступлений Путина. Путин Survivор Пушечка Путин Путин ПSt